Итак, игры, да? Игры, теория, практика, жизнь. Смотрите, теория, ну это понятно, это такая математика. Математика, написано, как мы формализуем ту или иную ситуацию в качестве игры. Дальше возникают какие-то уравнения, мы их решаем, да? Но математика, она интересна тому, кто уже прямо вот чувствует, что теория игр — это вот его, его, его. Вот он будет заниматься ею всю жизнь, профессионально или хотя бы полупрофессионально. А начинается, конечно, все с того, что вы с теорией игр знакомитесь, ну, либо наблюдая ее вокруг себя, либо, то есть, либо прямо в своей жизни, собственной жизни, либо на практике, например, там, при организации каких-то, при организации городской жизни, да? Скажем, самое, вот, самый простой пример. Вот я здесь, в гостинице Ремезов, да, я шел пушком оттуда сейчас на лекцию, и всю дорогу, вообще всю дорогу, сто процентов пути была пробка рядом со мной. Вот, когда теоретический игровик видит пробку, у него возникает вопрос, как можно было бы изменить движение, правила движения, чтобы пробка уменьшилась? Можно ли? Первый вопрос вообще, можно ли или нельзя? И второй вопрос, значит, если можно, то как это сделать? Это вот сложнейшая теоретически-игровая задача, на самом деле, организация транспорта в городе, и, очевидно, в Тюмени это страшно актуальная задача, судя по тому, что, по крайней мере, сегодня я видел. Вот. Но это вот, так сказать, вокруг нас эта практика, а жизнь это когда у тебя самого, вот, в жизни встречается что-то, что явно выглядит как некий конфликт, в котором нужно правильно себя повести. то есть такая вот, как бы, индивидуальная история, значит, теоретико-игровых отношений. Ну и я сегодня расскажу про несколько сюжетов как жизненных, в моей жизни, а вы потом попробуете, ну, поискать в вашей жизни, да, какие же, какие-то похожие сюжеты. Ну и про общие наши тоже проблемы поговорим. И для начала я хочу сказать следующее, что теория игр — это во многом образ мысли. и чтобы понять, в какую сторону мыслит игровик, то есть что именно, в первую очередь, он видит в жизненных ситуациях, давайте я приведу историю, которую я сам сочинил. Она вообще не из жизни, не из практики, она по мотивам, она будет по мотивам фильма, замечательного советского фильма в пяти сериях «Гости из будущего». И мы вот посмотрим на эту зарисовочку и как бы вместе с вами чуть-чуть порассуждаем. То есть там не будет какого-то формального решения, какой-то строго определенной игровой ситуации с четким и понятным ответом. Там будет просто некоторое рассуждение, как привыкли рассуждать телеские игровики. Вот, потом я расскажу про несколько анекдотических ситуаций, в том числе и одна из них связана с предыдущим моим визитом в Тюмень. Вот, ну и дальше мы посмотрим, до кода мы дойдем. Если мы как-то много чего успеем, то, может быть, и теоретические конструкции рассмотрим. Если нет, то хочу сказать, что вот эта презентация, она является презентацией свободного распространения, не подверженной каким-либо авторским правам, моим, либо чьим-то еще. И, соответственно, она, во-первых, вам будет всем разослана, ну или вывешена там на этом самом где-то. Ну, в общем, организаторы ее возьмут и распространят любым способом, которым это будет удобно сделать, по электронной почте, или вывесят в общем доступе. Вы ее можете брать, перекопировать в любом другом месте, да? Вот, как часто пишут, там, все права защищены, не одна публикация и так далее. Вот нужно все сделать наоборот. Никаких прав нет. Любая публикация этого материала на любом сайте, любом ресурсе, с указанием или без указания автора, разрешена и приветствуется. Приветствуется также использование этой презентации в ваших уроках или занятиях в университете, если вы являетесь преподавателем или учителем. Все, что вы можете, все, что вы хотите с этой презентацией делать, вы делаете. Она очень длинная, и после того, как мы сегодня с вами поговорим, у вас останется материала на осмысление в течение, если хотите, целого дня, если хотите, целого месяца или там. Может быть, вы будете сподвигнуты на мой курс по теории, который есть на национальной платформе открытого образования. Вот, ну что ж, поехали тогда. Вот у нас такая история по мотивам гостей из будущего. Предположим, что у нас вот тот год, который описывается в этом фильме. Ну и там есть такие маленькие звездолеты, на самом деле воздухолеты, ну в общем, маленькие приборчики. Они поднимаются в воздух, перемещаются. Помните, как, если кто смотрел этот фильм недавно, флипнуть, флипнуть до космодрома, да? Давайте флипнем до космодрома. Рейс, ближайший рейс на планету Нептун, там, или Марс отправляется. Вот. Ну и есть там некая будущая валюта, условно назовем ее нефтяной динар. Мне, кстати, поразило. Сегодня я видел финал конкурса красоты, который называется «Леди нефть». Это такая как бы... Это вот я первым делом днем прогулялся по городу, и вот как бы глаз поймал прям этот... Вот. Ну вот будем считать, что у нас 200 нефтяных динар. Может быть вообще такая как главная. Может быть здесь вообще будет как это... Какой-то центр самый главный, да? Мировой в это время. Кто его знает? Ну и у нас, значит, вот эти рычаги ломаются. Рычаги надо чинить. И, допустим, у нас есть три империи. Три империи. На Земле всего. Ну, условные какие-то названия, да? И есть разные правила эксплуатации этих самых маленьких летающих машинок. В Герниандии поломка рычагов ненаказуема совсем. Вы просто нажимаете на кнопочку в этой машинке летающей, сигнализируете о поломке. Тут же приезжает бригада, чинит и все. В другой стороне, в чемодане гражданин обязан сообщить о поломке и автоматически с его счета списывается 200 динар на ремонт. А в ремонии к поломке рычагов относится сакрально. Это такой сакральный объект рычаг. И как бы его ломать прям совсем нельзя. В случае поломки огромная сумма в 10 раз больше извлекается с человека. Ну и дальше предлагается подумать, где насколько экономно и в каком-то смысле справедливо тратятся народные средства. Вот у нас есть три страны. И где последствия эти правила игры? Вообще теория игр это про последствия изменения правил игры. То есть если в каком-то обществе всю жизнь были одни и те же правила игры, то тогда теория игр не очень важна. Я там как-то в Грузии, значит, там у меня было выступление, ну и я некоторое время там 10 дней провел в ихней там некой школе экономики. И я слышал разговоры иностранных профессоров, которые там были, про возможности, так сказать, перспективы развития в Грузии вообще в принципе экономической теории, и в частности, конечно, теории игр, как в центральной области экономической теории. Иностранцы друг к другу говорили, немножко к сожалению, ну типа вот, к сожалению, да, что Грузия чрезвычайно традиционная страна, и здесь, видимо, сильно распространить этот способ мышления не удастся. Что я имел в виду? Что выработаны веками некие правила игры, которые не меняются, и давно всем и так известны от рождения их объясняют, ну и дальше, соответственно, как бы все действия в соответствии с ними. А теория игр, она про то, что будет, если я их изменю. Вот я взял, резко там что-то поменял. Вот сегодня у меня там был нерегулируемый переход, например, через дорогу, а завтра я поставил регулируемый переход. Я дальше должен просчитать, что произойдет, то есть как изменятся потоки людей, и в зависимости от того, там, где я поставил светофор, какой режим у этого светофора, какие решения водителей, ехать ли по этой дороге или по какой-то другой, насколько изменится, например, пробка. Ну пробка – это самый главный вопрос в транспортной науке. Ну и вот это вот уже, конечно, теория игр. То есть я меняю правила игры и смотрю, как люди начинают реагировать на изменение правил игры. То есть люди попадают в новые для себя условия. И вот здесь работает теория игр. Аукционы – тоже, да, пример типичный. Разные, самые разные правила введения аукционов. Там в интернет, в интернет-аукционах там есть разные организации, разные схемы организации. В зависимости от схемы организации возникает реакция людей, которые играют на этой площадке, да, на этой платформе. Играют в этот аукцион. Кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает. Но, естественно, меняя правила, я вынуждаю людей тоже принимать те или иные решения. Ну и вот здесь, здесь мы как бы сравниваем три ситуации, три правила игры. Ну и как бы тут, ну что тут первое, наверное, вот бросается в глаза, например, про страну Гирляндия. Кто может предположить некоторое свойство, объективно наблюдаемое свойство, которое там будет выражено? Да? Да. А вообще кто-то представляет? Первое, да, безусловно, очень хорошая характеристика, действительно, так и будет, очевидно. Чаще ломаются очаги, потому что люди меньше об этом беспокоятся. Вот, вот это как бы, то есть, оба соображения, это оба соображения чисто теоретико-игровые, да? Почему обо всех пауках сообщают? Ну, потому что у тебя нет стимула не сообщать. Почему чаще меня ломаются? Да потому что тебе пофиг. Ну, сломал, сообщил и дальше пошел, да? То есть, не переложена ответственность на тебя, и твои действия состоят в том, что ты, ну, как бы хотел ускориться сильно. Ускорился сильно. Если это вызвало на рычаг сильное давление, он сломался. Ну, и хряслим, да, сообщил и дальше пошел. Вот. То есть, это да, это сразу понятно. Понятно также, что в лимонии, ну, как бы будет все наоборот, да? Мы ожидаем, что о поломках будут сообщать, возможно, крайне редко. Но вот этот вывод уже, я в нем не уверен, потому что я не знаю, здесь скрыта информация, не выдана информация о том, как устроена система контроля и мониторинга. Понятно, да? То есть, если в будущем будут страшные цифровизаторы, ведят, и всюду будут стоять камеры, которые все сразу будут отслеживать, то не будет иметь смысл даже, ну, как бы не сообщать, все равно по портрету сразу спишут, кто это сломал. Вот. Да? Я хотел бы добавить, которые как раз рекомендают подобные системы. Дело в том, что если автоматик позволяет это сделать, скорее всего, он будет уже сразу и информация... И о том, и о другом. Ну, да, да, да. То есть, скорее всего, в это время уже будут приборы, считывающие лица. Я вам в Майкопский, в Адыгейский госуниверситет захожу, а там меня с лица считывают. В Москве нет, а вот в Майкопе уже есть. Вот. Считывают просто... Вот я прохожу, и так... Чик! Написано. Это идет Алексей Саватеев. Пропустить. Да? Вот. Но некоторые их не считывают. У меня физиономия как бы характерная. Да, у некоторых физиономии не очень характерные. И тогда их смешивают. У нас в Москве есть такая реклама, «Я пользуюсь FacePay». Метро, да. Метро написано. «Я пользуюсь FacePay». А вот тут я с одним человеком поговорил, таким кибердедом, известный в некоторых кругах человек. Я говорю, слушай, а вот этому вот, который пользуется FacePay, ему чужие штрафы тоже, наверное, приходят? Ещё как приходят. Пусть пользуются дальше, да. Ну, то есть, как бы, потом ты сто раз должен доказывать, что ты не верблюд, естественно, да, когда тебе пришел штраф за несколько похожих на себя людей. Вот. Ну, ладно. Я к тому, что да. Если система контроля устроена очень эффективно, то на самом деле сообщают везде обо всех. Но вот то, что... Вот второе замечание, да, которое было сделано про частоту поломок. Вот это точно совершенно. Можно сказать, что в первом случае она максимальна, во втором она средняя, в третьем она минимальна, потому что в любом случае ясно, что, ну, как бы, это означает, что мы тебе наложили ещё и в 10 раз больше, чем ты должен реально, да. Ну, и все стараются их не ломать. Но вот я хочу отметить, что это не очень эффективно, потому что если поломка стоит 200 динар, а ты боишься на 2000 динар, то это значит, что ты слишком аккуратно используешь с точки зрения, ну, как бы, общественного благосостояния. То есть ты слишком медленно, слишком, ну, как бы, может быть, долгое время проводишь в этих машинках, стараясь ничего не сломать. Может быть, вообще не пользуешься ими или пользуешься редко, боясь сломать, опять же, да. То есть возникает неэффективность обратного рода. Вот. Получается, что вроде как, ну, наиболее эффективнее, это когда ты всё сам на себя, вот эта система. Но дальше, конечно, возникает разные тонкости. Я здесь, как бы, из этой ситуации мы больше ничего не выжмем. Я просто хотел сказать о способах мышления теоретикой Гравикан. То есть прогноз и объяснение. Прогноз. Все делают так-то. Почему? Потому что, смотрите, им это выгодно, да. Но это ещё не теория игр. Прогноз. Вот настоящая теория игр, когда прогноз, все делают так-то. А почему? Потому что каждый видит, что остальные так делают, имеет среди своих, ну, всех возможностей как себя повести, а его поведение, которое от него ждут остальные, является как раз для него оптимальным. Я вот сейчас довольно сложную вещь сказал. На самом деле я произнес, что такое равное СНШ, но чуть позже мы к этому вернёмся. Вот. Ну и, собственно, там есть для теории игр, можно дать совершенно строгое определение. Теория игр это анализ конфликтов на основе математических моделей, на основе математики. Конфликтов любых. Это могут быть социально-экономические конфликты, могут быть политические конфликты, могут быть личные какие-то конфликты, а могут быть военные конфликты. Ну, просто любые, которые вы можете выдумать. Если вы к ним применяете математику того или иного вида, то это теория игр. Если вы там прописываете действия игроков или их цели хотя бы. Точнее, вы прописываете цели, а из этого вы выводите их действия. Вот когда это происходит, вы прописываете цели и выводите действия, вы находитесь в рамках теории игр в классическом виде. Поэтому, например, теория игр. Иногда психологи применяют тоже там игровые какие-то, игровой язык. Есть там книга Эрика Бьерна про игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. И она, в общем, скорее про другое. То есть она немножко в сторону, там речь идет о некоторых психологических моделях. И социология тоже немного по-другому, потому что социология, она приписывает человеку поведение в соответствии с той социальной группой, которой он принадлежит. Но это не означает, что у него есть внутренняя индивидуализированная цель. Это, как правило, означает, что его цель просто прописана его группой. И, соответственно, социологический подход ничем не хуже, конечно. В некоторых случаях он более правильный, в принципе, как парадигмально. То есть, скажем, выборы. Кто ходит, кто не ходит на выборы, вопрос, который в теории игр решается очень плохо. Наши математические модели работают на двойку. А социологические вполне нормально работают вот эти вот социальные группы. Они обычно ходят на выборы, говорят социологи. Вот эта вот там группа пенсионеров такого-то возраста голосует так-то, да? Ну, то есть, описываются вот такими широкими мазками просто наблюдательная такая социология. И она оказывается более актуальной совершенно с точки зрения данного феномена. Но когда мы говорим, например, о транспорте, то социология сразу же уступает. То есть, любые социологические вопросы о том, какие будут пробки, эти социологические объяснения, они обычно заканчиваются каким-то мямленем. А вот в теории игр есть совершенно четкое понимание, как эту пробку сформулировать, ну, в смысле, найти прямо из модели. Да? Наверное, можно сказать, что там, где есть непосредственное влияние на результат, там лучше работать в теории игр, где это лучше работать в теории игр, где это лучше работать в поведенческой социологии. А, я понял, что выборы не влияют. Ну, ты пришел, не пришел, скорее всего, ни на что не повлияет. Поэтому речь идет о манифестации твоего действия. Ты пришел и проголосовал, а это видно твоему окружению. Ну, можно это, да, в принципе, это можно вполне взять как гипотезу, но в некоторых ситуациях там, может быть, ну, в общем, это, да, возможно, это, возможно, это как гипотеза. Вот. Значит, несколько вех, несколько вех становления, да, теория игр. Например, в 1838 году Агюст Курно занимался прогнозом торгов на рынке зерна во Франции. А прогнозом цены и количеств. То есть, когда по осени собирают урожай, везут на рынок, несколько фермеров соседних территорий, привозят на общий рынок. И он написал, чтобы сформулировать, какова будет цена на зерно и сколько кто привезет, мы должны учитывать, что каждый из игроков индивидуально влияет на эту цену своим количеством. То есть, он принес сильно большее, и цена упадет, и он это понимает. Принес сильно меньше, цена будет выше. Но одновременно с этим, пишет он, и вот в этом месте ключевое совершенно, вот ключевое, это вот, так сказать, почему мы говорим, что в этом году, реально в 1838 году было придумано понятие равновесия нэша. Он пишет, также он понимает, что все остальные влияют на цену. То есть, принося то или иное количество, все остальные влияют, и на их выбор он не влияет, поэтому он пытается его угадать. Далее пишет Курнорп, мы будем исходить из такой ситуации, которая может наблюдаться много лет подряд. То есть, когда каждый примерно представляет, сколько привезет любой из оставшихся фермеров, и, имея вот этот список количеств в уме, привозит то количество, которое максимизирует его выигрыш с учетом того небольшого влияния на цену, которое окажет он сам. То есть, первое, я угадываю, что привезли вы, вот мы все тут фермеры, да? Я угадываю, сколько привез каждый из вас. Второе. В этих условиях я могу составить задачу на максимизацию, прям математическую задачу такую, да? Просуммировать ваше количество, прибавить переменное моё количество, и в некоторых небольших, как в небольшом диапазоне, я могу, соответственно, менять вот это общее количество. А функция спроса, она известна за все предыдущие годы, она, ну, некоторая убывающая такая кривая идет, которую мы все знаем, и, соответственно, я для каждого значения, сколько я привез, могу посчитать, какая, кажется, цена, потом умножить эту цену на количество, которое я привез, ну, и посмотреть, в какой точке достигается мой максимум. А дальше ключевой момент. Мой максимум достигается в том количестве зерна, которое вы про меня предполагаете, что я привезу. То есть, как волшебная палочка такая, подмогновение волшебной палочки. Каждый про всех остальных понимает, сколько они должны привезти, составляет себе максимизационную задачу, решает, находит. И вот чудо! Вот это то самое количество, которое вы про меня все думали, что я ровно стойко и собираюсь привезти, решая свои оптимизационные задачи. То есть, равновесие Нэша — это самоподдерживающийся прогноз. Прогноз, который поддерживается собственными, личными, свободными решениями каждого участника. Почему уже тогда Нэша, а не Курно? Ну, да. Потому что Нэша — это первый сам сформулированный учет. Да, можно сказать так, но на самом деле, наверное, все-таки не первый, но он действительно многое добавил. Он доказал теорию существования. Для любой конечной игры, то есть, любого списка участников и любых функций выигрыша, в некотором точном смысле называемым смешанное равновесие, он доказал существование равновесия Нэша. То есть, что вот эта модель, она универсальна абсолютно. Она же не с первой итерации поддерживается нас несколько, то есть, получается. Здесь про приход к равновесию вообще, на самом деле, все очень сложно. И равновесие Нэша, как правило, не сопровождается никакой разумной динамикой прихода к нему. Это наша большая боль, если честно. То есть, на сегодня нет понимания в общей ситуации, какой динамический процесс мог бы к нему привести. Поэтому мы считаем, что динамический процесс, который приводит к равновесию Нэша, состоит в следующем. Телеский игровик изучает ситуацию, выписывает равновесие, берет радио и объявляет всем, как играть. После чего все играют, потому что, ну, действительно, если уже объявить, то уже и будет. Не карты, нет, это координация, это координационное поведение. То есть, мы передаем третьему лицу, да, ну, почему это не карты? А потому что, на самом деле, ты не обязан играть, так, как я скажу, но тебе это выгодно. Вот, то есть, это вот, так сказать, это единственный наш ответ, что вот это, равновесие Нэш, это метод координироваться на чем-то. Мы, на самом деле, про это там, больше всего нас ненавидят физики. Вот, я могу сказать, вот эта вот идея равновесия Нэша, не поддержанная динамикой, она физика просто вымораживает любого. То есть, у физики есть определение, просто, ну, вот такая, как бы, у физика в голове, это постулат. Равновесие без динамики, которая к нему приводит, это вообще ничто. Подраздельные точки или что-то там, ну, что угодно, ну, это нельзя принимать как прогноз. А в теории игр у нас, как бы, немножко другие реалии, которые мой друг и школьный товарищ, вот, Саша Тонис, он сказал, говорит, разница физики и теории игр стоит в том, что молекулы перед плотиной, молекулы воды перед плотиной не дают взятки за то, чтобы вниз скатиться. Вот, и в этом действительно очень тонко и четко вот эта разница, разница социальных моделей, не только во взятках дело, а просто в том, что вы являетесь действующими лицами, ну, в обществе, все 100 миллионов, 150 миллионов человек в стране, или там все 7 миллиардов, ну, в каком-то смысле свободно выбирать что-то. А молекулы, они действуют предписанным образом, и все. Поэтому физика в этом плане, она просто проще, что мы им объясняем. Они простой наукой занимаются, она очень сложная, поэтому не надо требовать от нас, того, что вы от своей элементарной физики, значит, требуете. Ну, это, конечно, это пафос, физика очень сложная. Ну, именно потому что она далеко продвинулась благодаря большей простоте объекта. Вот. Так, ну, следующее это было, значит, давайте кратко пробегусь, вот это идея решения с конца. Вот у вас 100 камней, 100 камней, и мы играем, вот два человека играют по очереди. Каждый берет от 1 до 6 камней, от 1 до 6, и, значит, от 1 до 6, вот. И выиграет тот, кто возьмет последний камень. У вас 100 камней, кто выиграл? Первый или второй? Тот, кто берет сейчас или тот, кто второй? Да? Как он, вот если я первый, например, я точно проиграю, да? Хорошо. Я взял два камня. Вы выиграли. Отлично добавляйте на стимул. О, отлично. Ну, знали, нет? Да, я вам нравился. Ну, в общем, смотрите, идея следующая. На самом деле, я все-таки выиграл. Тут такой фокус, на который вы еще пойди догадайся, да? Значит, тут выигрышными позициями являются все, кроме кратных 7. Почему? Потому что если позиция, ну, не крат на 7, то я могу взять столько камней, чтобы получилось крат на 7, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я просто вычисляю, если он не крат на 7, а остаток есть, а 3, не на 7. Но вот я этот остаток и забираю. А если, ну, а следующим ходит мой противник, и если он стартует из позиции кратной 7, то ни одним своим ходом он не может ситуацию, да? Перевести ситуацию кратной 7. Ни одним своим ходом. Ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять, ни шесть. А тогда я следующим ходом опять загоню ситуацию в кратное 7. То есть у меня получается деление всех ситуаций на две группы. В первой группе позиции такие, что из них нет ни одного хода в позицию второй группы. А во второй группе позиции такие, что из них существует один из ходов, идущий в первую группу. Заценили, да? Ну, например, из 100 надо взять два камня, останется 98. Это кратная 7. Теперь, если вы берете 3, я беру 4. Если вы берете 2, я беру 5. Если вы берете 6, я беру 1. Понятно, да? То есть я через раз буду, независимо от ваших действий, я через раз буду в позиции 12-1. А в следующий раз в позиции 84. И так постепенно я дойду до 7, а дальше я выберу, потому что, чтобы не взяли вы, я возьму оставшиеся камни. Это будет разрешенный ход. Итого, ну, как бы это вот, в принципе, можно было до этого догадаться, рисуя с конца. То есть вместо 100 камней нарисовать, один камень, два камня, три. Ну, и постепенно нащупать, что здесь происходит. Вот это вот придумали вот эти граждане. Решение с конца. Ну, и применили вот этот принцип, что поставив, мне нужно всегда ставить себя на место того, кто здесь ходит, и выбрать за него оптимальный ход. И потом, исходя из того, что будет делать он в каждой ситуации, я для себя на предыдущем шаге еще оптимальный ход. Вот. И так поднимаю все наверх до конца. Но это вот решение только для игр двух лиц. Но для игр многих лиц это тоже может быть распространено. Если игра нигде не, как сказать, не происходит одновременно, то есть если все ходят строго-посредственно всегда, и нигде нет равных выигрышей. Потому что если, например, от моего действия мой выигрыш не зависит никак, а ваш зависит сильно, то спрогнозировать мое действие я не могу. Оно может быть либо таким, либо таким. И приходится находить все возможные тогда равновесные сценарии, они будут быть уже разными. И у нас не будет одного прогноза, и нас опять будут бить физики. Ну как, физик вообще что говорит? У вас нет прогноза. Я говорю, но у нас есть в каком-то смысле негативный прогноз, у нас есть антипрогнозы. Мы никогда не ждем появления неравновесного по нашему сценария в какой-либо долгой перспективе. Он говорит, это ничто, это не прогнозство. Вы должны сказать, что будет. Так точно не бывает. Я могу сказать, чего не будет, а еще могу дать несколько возможных сценариев на будущее в соответствии с разными равновесиями. Он говорит, ну они противоположные вещи прогнозируют. Я говорю, да, что поделать. Что поделать. Ну вот так и спорим все время. Родилась даже статистическая теория игр. Некий конгломерат из статфизики и теории игр. Это очень сложная наука, которую очень сложно считать. Даже до конца, что такое равновесие, мы еще не договорились с коллегами. Про аукционы я уже говорил. Это очень важная веха. Вплоть до четырех нобелевских премий. Четыре нобелевских. Четыре, нет, две чисто по аукционам. И еще две по строению механизмов, это подискаем к аукционам. Теория. Ну и то, что сейчас, конечно, такое всеобщее значение имеет. Ну, дальше был там эпизод во время Каибского кризиса, когда Томас Сати выкатил свои принципы ядерного сдерживания, и Советский Союз вроде как согласился с ними. В общем, был эпизод, который очень пафосно говорят, что Терригор спасла мир от ядерной катастрофы. Ну, как к этому относиться, понятно, что немножко театрально звучит. Хотели бы раздолбали, но все равно друг друга. Понятно, что Терригор бы не остановила. Вот. А теперь, друзья мои, я предъявляю вам раритет. Почему раритет? То, что в мягкой обложке. У меня под диваном еще несколько экземпляров есть в мягкой обложке. А вообще, она в твердой обложке, или там ведущий? Да, я здесь. Теперь понятно, да, в чем разница? Да. Разная. Это твердая обложка, сейчас все такие только выпускаются. А первый тираж был вот такой, в мягкой обложке. Вот. И вот этот раритетный экземпляр сейчас будет разыгран в игру. Вы возьмете свои шестиугольники, вот эти вот, пчелиного замощения плоскости, да? Которые у вас в руках. И будете записывать на них число. Каждый из вас запишет какое-то число, внимание, целое, не отрицательное, одно. Никакая-то там бесконечность, ничего такого. Просто любое одно целое не отрицательное число. Ну, или один, или два, или три. Алексей, позвольте комментарий. Вряд ли у всех найдется ручка. Может быть, они достанут, смотрите, телефоны и в заметке просто могут себе записать любое число. Ну, можно и так, если на честность. Будем считать, что все честные. Правильно? Давайте. Давайте. Тогда все сделаем это на телефонах. Я думаю, у всех телефон при себе есть. Мы обычно просто очень весело потом разыгрываем эффектно, там, поднимая, вот, ну, можно было. То есть я, в принципе, могу дать просто фломастер и все за полдет. Честно, я лукавлю, не хочу, чтобы портили табличку. А, ну, так сразу бы так сказал. Давайте на телефонах это сделаем. Ну, хорошо. Значит, тогда... Я еще не объяснил правила, да? Правила. Выбирает книгу тот, у кого число будет обладать сразу двумя свойствами. Первое необходимое свойство выигрыша книги, необходимое, состоит в том, что ваше число ни у кого больше не повторится. А второе необходимое состоит в том, что ваше число, не повторившись, еще и будет минимальным из всех, которые не повторятся. То есть, если вы назвали, например, 36, и это 36 присутствует еще у одного хотя бы человека, то вы автоматом проиграли. Наверное, никто не напишет 36 после вашего... Ну, может быть, да. Поэтому я написал такое число, которое не сильно влияет на ход игры. Вот если вы какие-нибудь начальные отрезки, я его перебирал, тогда, может быть, да. Вот. То есть, если вы называете некоторое интервальное число, но его кто-то еще назвал, все, вы проиграли автоматом вместе со всеми, кто его еще назвал. Если у вас число уникальное, что его больше никто не назвал, то у вас появляется шанс на выигрыш, но выигрывает только один человек, а именно у которого это уникальное число, самое маленькое из всех уникальных. Вот такая игра. Значит, сколько мы даем времени на нее? Да 20 секунд, что тут думать. Давайте так, кто написал, вы телефон пока не показываете, просто руку поднимите, чтобы мы видели, что вы завершили. И как вы обычно ее проводите, как будем отсеивать? Я сейчас проведу. А, все хорошо, пожалуйста. Я проведу. Я проведу вот здесь на доске. Так. Итак. Теперь опустите руку и поднимите руку, кто еще работает. Все? Разыгрываем? Поднимите руку все, у кого число больше 10 первым делом. Можно таблички здесь поднимать. Просто таблички, чтобы вас просто видно было. Так. Ага. А здесь я считаю? Нет, давайте строго больше 10. Пока. Так. Значит, сейчас будем из вас выбирать. То есть начать из вас, а потом уже будем спускаться и смотреть каждое число отдельно. Из оставшихся 11 чисел будет каждая по отдельности. Так. Значит. Ну давайте начнем. Раз больше 10 так много, то давайте больше 20 у кого поднимите руку. Все равно много, да? Хорошо. Больше 100 у кого? От 20... Так, больше... Нет, давайте так. Больше не равно 100. От 90 до 99 включить нового края. Два, да, человека? Какое? 97. 99. Так. Вы... Значит, 97 пока претендент. Претендент. Так. От 80 до 89 поднимите руку у кого? От 70 до 79. От 60 до 69. От 50 до 59. Какое это число? 58. Следующий претендент 58. Вы отвали. Так. 40 до 49. Число? 42. 41. Претендент. Понятно, почему на честность, да? Потому что есть, естественно, стимул, но я верю в вас. С 30 до 39. Двое, да? 10. 34. 31. 31 претендент. С 20 до 29. Ага. Уже веселее пошло. Так. Теперь... Давайте просто только подряд. Так. Все опустите руки. Теперь я буду называть. Вы сразу поднимаете у кого это число. 29. 28. 1. 27. 5 человек назвало 27. Потрясающе. Так, значит, 29 помните, вы сейчас претендент. 26. Претендент. 25. Претендент. 24. 23. Претендент. 22. Новый салон, да, похоже? Претендент. 21. 20. 19. 18. Претендент. 17. Оба мимо. 16. 16. 14. 13. 5 человек. 12. 2 человека. 11. 3 человека. 10. 1 человек. Претендент. 9. 8. 2 человека. 7. 1 человек. Претендент. 6. 2. 3. 5. 1 человек. Претендент. 4. 4. 3. 1 человек. Претендент. 2. 1. Претендент. 1. 1 человек. Претендент. 0. 0. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 7. 7. за победу в игре лимбо а можно дмитрий даст городе от семей как он выбирал число расскажите просто как выбрать я просто подумал что наверняка единицу до 10 мало народа будет выбирать скорее всего все после сети но единичку как-то так интуитивно выбрал наверное минимальное количество народ ну ноль совсем примитивно единичка очень круто спасибо большое я расскажу про эту игру значит игра это была разыгрываема много раз по моему раз в месяц на шведском телевидении называлась лимба и разыгрывали там был большой какой-то очень приз какой-то момент игру закрыли и перестали разыгрывать то что забилась банда победителей которые ее хакнули что они делали они обнаружили что несмотря на то что играет много тысяч человек каждый раз в пределах от нуля до ста хотя бы одно или несколько чисел никем не называется вы уже сейчас видели да что эффект был некоторые числа пропускались но у нас он не был ярко выраженным у нас первая десятка была покрыта вся а бывает то что три не назвал никто а двойку 5 человек а единица вадимов тоже тогда как сейчас а вот там 10 то есть странные феномены человеческого поведения выражается в том что даже если очень-очень много народу играет все равно бываешь какие-то числа оказались пройдете но увидели как много людей называют например 13 или что там было 30 с лишним да какое-то число было названо 27 да 27 было названо очень много раз то есть вот эти феномены они повторяются и в большом объеме так сказать розыгрыша и они начали просто заполнять их 100 было они от нуля до 29 заполняли все аккуратно скоординировано 0 1 2 и потом всегда оказывалось что кто-то из них был один единственный но с тем самым один из них побеждал но и они каждый раз столкнулись между собой дебилем но и всю эту игру закрыли в результате но если вы меня спросите как правильно играть я отвечу и как это та самая ситуация которая так не любит физики здесь бесчисленное множество разных равновесий даже если остаться в рамках равновесий а ведь в принципе в игре совершенно не обязательно должно сложиться равновесие ну давайте потренируемся до находить равновесие вот эту игру мы дали в российской экономической школе далее 2002 году на экзамене далее и и ну как бы чтобы сыграли во-первых между собой и за эту игру добавлялась три балла и единственному победителю добавлялась три балла и 100 вот ну а дальше нужно было ее разобрать то есть нужно было найти все равновесие и доказать что других нет и мало кто справился целиком потому что там очень много хитрых разных равновесий но где-то три четверти народу нашли почти все равновесия землюшкам пару очень хитрой формы а характерно что победителем во первых стала одна девушка у которой было ноль это восемьдесят человек играла больше чем здесь сейчас присутствует да два раза восемьдесят человек играла ноль победил и следующая черта характерная в этой девушке выходило двадцать шесть из ста если бы она не победила а так вышел двадцать девять из ста игру спасла себе этот экзамен она решила всего одну задачу из четырех и в принципе ее ждала двойка но она получила три с большим минусом я была очень рада потому что теории игр давали сложный курс вот и вот так вот ну это психология то есть здесь ничего нельзя сказать абсолютно просто нужно угадать ну вот взять и залезть в голову других людей вот ну вот давайте выпишем некоторое количество равновесий ну например любая комбинация в которой под выигравшим номером все остальные повторяются больше чем один раз любая вот такая комбинация и вообще любые как бы любые номера после выигравшего то есть вот например n победитель здесь кем угодно он может быть вот этот вот победитель это ну и как можем их видеть как такие уровни да электроны какие-то уровни энергетические да занимают физики а у нас тут вот вот эти догадки занимают некий уровень но вот победитель это единственный представитель уровня и самый маленький из всех таких единственных представителей ну и вот здесь значит после него уже может быть совершенно любые комбинации пустых там занятых до него все должны повториться не менее чем два раза вот вот здесь вот значит всюду не менее чем два раза ну вот я бы нарисовал вот так вот у меня здесь победитель это три а ноль один и два заняты четыре три и два раза но здесь могло быть совершенно иначе важно что под ним нет пустых ну понятно что раз он победитель под ним нет однократных иначе он не был победителем строго по определению да этой игры но почему не может быть пустых ну почему не может быть пустых ну почему не может быть пустых если речь идет равна эсенэш а да то есть вот например вот этот вот человек к нему приходит гномик шепчет на ухо я знаю я знаю я знаю какие у них гнера хочешь скажу он говорит хочу гном сообщает он быстро прыгает сюда и выигрывает да а вот в этой ситуации гном приходи не приходи по барабану но придет гном вот к этому человеку скажет я все знаю да иди ты что мне это знание даст я победить не могу человек который сказал ноль вот в этой ситуации не может изменить свою стратегию так что победит понимаете да почему потому что если он меняет на какую то в пределах ноль или на два он вообще ничего не меняет все равно становится повторяющимся если он стоит на три он просто решает победы того кто победил но сам не побеждает и стоит выше он тоже ничего не меняет да они могут вдвоем объединиться да конечно от кооперативного поведения здесь ничего не защищено вот то есть если вот эти вот четверо как-то договорятся один из них останется трое уйдут но одиночные решения ну вот ровноясь и нэши это ситуация когда в одиночку никто не может ничего решить а если речь идет о соглашениях то это уже называется сильный ровноясь и нэши или там значит ровноясь и нэши устойчивая к сковору но это более сложная концепция которая вообще встречается крайне редко про нее никаких серий существования не существует кроме в некоторых очень очень специальных ситуациях я сам этим занимался некоторое время вот ну и вот в этой в этой ситуации никто ничего не может изменить но что он может делать approve равновесие причем просто вот там огромное количество любая ситуация в которой кто-то один назвал ноль а остальные любые отличное от 0 числа является равновесием любая ситуация в которой кто-то один назвал один Есть несколько нулей и любые остальные Равновесие, у нас разыграно равновесие Но бывает, что разыграно неравновесие Бывает, что побеждает тройка, а двойку никто не назвал Например, неоднократно было Вообще, розыгрышей таких было Сотня Больше, 130, наверное Я очень много раз разыгрывал эту игру У разных аудиторий И никогда не было, чтобы Победитель Никогда, за исключением ровно одного случая Не было, чтобы победитель Был двузначным числом Хотя аудитории были и побольше До коронавируса и по 200 человек собиралось Но вот один раз В Красноярске было 350 человек И победил человек с числом 11 Все остальные До 11 были не все Какое число было пропущено, типа 7 Не назвал никто, остальные по 2 и больше Победил число 11 Но это единственное исключение из всех Остальных розыгрышей Побеждает обычно какое-то очень небольшое число Цифра, просто цифра Ну а вот, соответственно, в Швеции побеждало Какое-то двузначное, как правило, число Вот На телевидении Но там совсем другие разберы Аудитории Вот так Значит, соответственно, мы не можем здесь Дать никакого разумного прогноза Может быть, будет вообще неравновесие Но давайте все равновесие опишем Вот это, на самом деле, не все Есть еще Странные два равновесия Для четных Четное число Участников И для нечетного числа Участников Есть еще По одному Шаблону Равновесного поведения Шаблоны Это значит, что Внутри шаблона Можно поменять людей Которые играют так или иначе Но сам шаблон остается Неизменным Ну, я имею в виду следующее Что В четном Есть равновесие Где не выиграет никто И это равновесие В котором Все распадаются на пары И аккуратно занимают Все подряд уровни Зацените красоту Никто не может победить Приходит к себе гном Ты ему говоришь Ну, я же только его сделаю победителем Я сам не могу победить Я уйду в другое место Вот Тот победит Вот То есть Ничего нельзя сделать Вот ситуация А в нечетном Вот эта ситуация Сопровождается Одним победителем Который на этот раз Называют уже Не обязательно следующим А какую угодно То есть вот здесь зияющая пустота Если бы следующую Это бы попадало формально Вот в эту Как бы корму Равновесную А здесь может быть пустота Несколько уровней будут пустые И где-то будет он Например До десятки Все позвало занято А он назвал 22 Он победитель Это равновесие Почему? Потому что Сюда не влезешь При попытке сюда влезть Освобождается единичка здесь И побеждает Не ты побеждаешь А тот, кто здесь стоял А вот здесь Такая ситуация невозможна Если бы Н было вот тут А тут был пустой уровень То вот этот бы прыгнул На пустой уровень И победил Потому что у него остается Еще за ним Больше одного Потому что исходно Было больше двух То есть если до Хотя бы в одном месте Больше двух Три и более Тогда вот такая Структура У нас уже невозможна Ну и добавок Конечно Очень много неравновесных Ситуаций Разыгрывать иногда Ну Кажется Странным Что вообще Ну Люди не распадаются Просто там На Ну какие-то Небольшие Там От нуля до пяти Здесь человек Говорит ноль Там Пятнадцать человек Говорит один Три Там несколько человек Говорят Два Три Четыре Пять И все Ну Казалось бы Довольно естественно Считать Что все пытаются Победить И называют Что это маленькое И тогда Возможна ситуация Что пусть это И неравновесие Но никто вообще Не победил Никто Ни одного человека Все числа Повторяются Теоретически В этом ничего Невозможного нет Но друзья мои За сто С лишним Розыгрыш Такая ситуация Не встретилась Никогда Никогда Всегда есть кто-то Кто называет Какое-то Очень большое Странное Уникальное число Но в нашей ситуации Вот не было Трехзначных А как правило Есть и трехзначные Кто-то миллион Зачем-то назовет Да еще не просто Миллион А миллион 385 1717 Да В стремлении Быть Оригинальным А вдруг Остальные Повторятся То есть Логика Человека Когда называют Такое число Такова Я точно Назову то Что никто Не назовет Но они Наверняка Назовут Ну не единицы В перемешке И я выберу Но Как правило Таких довольно много Ну и Средних минимально Естественно побеждает Но Добавляю Что на самом деле Победители Обычно Как правило Это цифра Но такая интересная Статистика И как бы Я тут Противы игр Не так много Мы просто можем Провести анализ Равновесий А по факту Сказать Что можно Научиться В игру Лим Ну Когда мы Повторяли Подъезд Скоро Победители Всегда Менялись То есть Здесь есть Конечно Элемент Везения Который Присутствует Но Если Какие-нибудь Эксперименты Покажут Что кто-то Умеет На заказ Несколько раз Подряд Побеждать Это серьезный Вызыв Существующей Науке Любой Причем Вот Так Ну что Сейчас Будет Несколько Эпизодов Из Моей Собственной Жизненной Практики Вот Просто моей Вот сегодня Я летел В самолете Примерно Вот так Все и выглядело И Вышло Так Что Весь самолет Был полный Но последний ряд Был пустой Я на нем Разводился И работал Всю дорогу Ко мне подошел Человек И говорит Алексей Владимирович Это же вы Я говорю Да И вы летите к нам Я говорю Да И у вас вечером Лекция Я говорю Да 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 Лекция Но я не могу Позвать Потому что там По каким-то QR-кодам И запискам Я не знаю Или не по QR-кодам Но просто по запискам Ну в общем Я говорю Я могу сказать Что она будет Но если вы умеете На нее проникать То приходите Он говорит Не у меня все равно Будет встреча Я просто у вас В интернете Видел сюжет Что вы умеете Попадать в самолете На свободный ряд И блин Как вы сюда попали Весь самолет занят А вы свободны Лежите в этом В свободном льду Но дело в том Что я попал туда Совершенно случайно Это ни с какой Теории игр не связано Мое место было занято Я не стал прогонять Тетеньку И пошел назад Поискать счастье Там нашел Тем не менее Один сюжет Связан именно С этим перелетом Он его как раз Увидел в интернете Это был такой вот Для него шок Идем дальше Это история Участок по соседству Она Вот здесь живут люди Здесь участок Предлежит Некому дяде Который очень много Выбивает Адекватного представления О мире не имеет И требует Довольно больших денег За участок Людям А это Байкал Людям Которые Живут здесь Очень не хочется Чтобы здесь Была стройка А если этот участок Будет продан То стройка Обязательно начнется Ну и дальше Весь отдых Он пойдет на смару Вообще Потому что Представляете Что такое Перед вами Годы Происходит Какой-нибудь Депутат Госдумы Купит Это все Кранты Вот Значит Соответственно Цель Цель стоит В том Чтобы этот участок Пустовал Ну можно просто Его купить Но в принципе Не обязательно Важно Чтобы он пустовал Вот Рыночной ситуации Не существует То есть доказать Что притязания Этого человека Завышены Невозможно Вот Значит Блин Я выйду ответ Но короче говоря Я придумал Задачу такую Я Ее не решал Честно скажу Совесть не позволила Но Я придумал Способ решения Задачи О том Как добиться Пустоты Участка Не покупая Его Да Поставлять Алкоголь Тому человеку Что делать Поставлять Алкоголь Тому человеку Нет С этим Он сам Справлялся Более активно Надо Задачи Да Да Это 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 будет Когда будут Приходить Его смотреть Ну да Можно сделать Так Чтобы даже И не приходили Да О Кстати Прикольно И всех посылают Да Это прикольный вариант Безусловно Тоже годится Но нужно будет Все время Телефон Сидеть Подать Свой участок За очень дорого Чтобы он думал Что цена Вот такая Горячо 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 В принципе Это уже почти ответ Да То есть Поддерживать у хозяина Участка Представление о том Что этот участок Просто словом Был дорого стоил Да Да Любым способом Например Подсылая своих друзей Которые раз в неделю Будут говорить Всего за полтора Алена Такая красота Там Болото Там бог знает что Слушайте Подождите Я соберу денежки Вот завтра Я приду к вам Только не продавайте никому Пожалуйста Пожалуйста А через день Другой звонит Как участок Да он уже в продаже Блин За такую дешевую Да И вот эту Ваньку валять Можно сколько угодно Но Мы это делать не стали Это мы на самом деле Вот это мы Мы этого делать не стали Я просто включил Эту аффлекцию По теории Но применять это Я не стал Впоследствии Судьба наградила нас За моральное За моральное поведение И Когда он умер От алкоголизма Его родственники Нам продали В полтора раз Дешевле То есть За меня он Вот И все История на этом Счастливо Завершилась Правда Я в долге Влез Так Ага Вот Билет Это Владимир Начинается История Из Вот Такой Как бы Моей Вот этой Скитальческой Жизни Да Из моих Путешествий До коронавируса Я посещал От пятидесяти До семидесяти Городов Ежегодно Но с повторами То есть Это как бы У меня есть Несколько излюбленных Городов Где я бываю По нескому раз в год Есть несколько Экстравагантных Приглашений Таких как Завтрашний Сарихард Которые поедут В первый раз В жизни своей Вот Ну и есть Некоторые Которые такие Ну типа Тюмени Которые иногда Раз в несколько лет Ну и вот От пятидесяти До семидесяти Это были Значит самолетные Билеты в огромном Количестве Железнодорожные Ну и вот Ситуация Что я выступаю В Великом Новгороде Коронавирус Это снизилось Но я вам скажу Несущественно То есть В России осталось Несколько регионов Не покрытых Общим безумием Которые из-под полы Все равно продолжают Приглашать Все организовывать И все хорошо Вот И Ну просто до них Еще эта рука Не дотянулась И вот я выступаю Пятого марта Девятнадцатого года В Великом Новгороде Мне нужно вернуться в Москву До этого я был в Питере Питер один из самых любимых городов Конечно же И вот И вот А кстати да Великий Новгород Ну там отдельный прикол Я еще там Коллекционирую разные Ну экстраврагантные Ну такие способы Добраться Да То есть вот Ну для вас Это нормально Да Лететь из Тюмени Салихард Да Но из Москвы Это выглядит как Ооо Лететь из Тюмени Салихард Прямым рейсом Да Вот Ну что это такое Ну и я ехал В Великий Новгород Электричкой С Витебского Внимание Вокзала Которая ходит Один раз в неделю Я подобрал этот день И ехал на ней Она прямо идет Прямо Это едет вот так И вот так Она едет быстрее Она скоростная Она каждый день Но это прямая Медленно-медленно Через болота Какие-то Совершенно заброшенные Там едет В Великий Новгород И вот я Значит подобрал Среду Приехал Выступил И возвращаюсь в Москву И прошу мне Купить Винетого Владимира А из Великого Новгорода Скажу вам Ходит поезд Очень странной Корреспонденции Ну Как бы Может быть Из Чувства эстетики Его так выбрали Это Москва Это Этот самый Чудово Это СПБ Ну Вот так Устроена карта Это Владимир Следующий Астон после Москвы Ну И вместо Того Чтобы Попросить Нормальный Билет в Москву Я зачем-то Прошу Купить Билет Во Владимир Я специально Спрашиваю Не будет ли Лишние 100 рублей Там разница Очень маленькая Была Такой уж Серьезный Обузник Для организаторов Угрызают Говорят Что это Не будет Обузы Ну Как-то С интересом Спрашиваю Это зачем Почему такая Странная ситуация Просто едешь Погулять Во Владимир Или что-то еще Нет Говорю я Не совсем Не так Я выйду в Москве Зачем Тогда билеты В Владимир Зачем Билеты В Владимир А? Нет Нет Это один и тот же Другой вокзал В Москве Нет Он в любом случае Идет на Курске Очень удобно Мне Это Ну кстати Да Это очень удобно Что он на Курске Приходит Но он в любом случае Был бы там Чтобы проверить Не будет ли тот же самый Поезд Раз в неделю Не Раз в неделю Это вот этот Здесь прямой Вот такой Нет 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 А не Перемешки Там В Москве почти все Выходят На самом деле Да Ну Еще Гипотезы Так Друзья Хотел сказать Ну ладно Да Есть Да Можно стоимость Нет Там разница Очень маленькая Определенный день Нет 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 Гениально Поаплодируем Поаплодируем Вот так Это действительно Так и есть Если вы берете Пинет до Москвы Договориться Невозможно На вас все равно Да Еще надо понимать Он идет ночью Он приходит в Москву В 5 часов 25 минут Утро А Плацкарт И будет Там Ну могли бы купить купе Но там душно жутко В общем Плацкарте будет За полтора часа За час двадцать Ну вот что-то такое То есть 4 часа Тебе вот уже все Ну куда ты там Какой сон И Если ты берешь Билет на Владимир Тебя не будят Весь вагон на ушах Сортир там стоит В этих очередях Там Просыпаемся Трясет всех А я сплю спокойно Я до Владимира еду А потом в 5.23 звучит Мой будильник Я слезаю В 5.25 Хожу в Москве Куда же вы Как фантомасе Помните Чья эта машина А если как-то ржил Садитесь Помните Угнал у девушки машину Пока Обожаю фантомаса У меня Пятеро детей И с каждым из них Последовательно Мы смотрели Этого фантомаса Сейчас вот Очередь Юры Четвертого По порядку И мы с ним Смотрим фантомаса Все три серии По многу раз Естественно Ну вот так Так что правильный ответ Это теория игр Я предвижу действия Контрагента В тех или иных ситуациях И ставлю его В те ситуации В которых его действия Меня будут устраивать Это чистейшая теория игр И вот способ мышления Теоретика игровика Это находить Такие варианты То есть Это Понять Что чуть-чуть Поменяв Вот эту вот Всю структуру Реальности Ты получаешь От человека С кем взаимодействуешь Устраиваешь И тебя Поведенческий ответ Вот что такое На самом деле Теория игры жизни А вот Ситуация Против меня Когда я В 19-ом Опять же году В ту же весну Когда был Великий Новгород Ехал Из Галича Галич Это город Костровской области Недалеко от которого Находится Лагерь Беринди Ивы Поляны В котором Происходят Все крутейшие Школы По Алгоритмам Программированию И математике Для самых Крутых школьников России Олимпиадников Высочайшего уровня И Регулярно Раз в полгода Я там бываю На самом деле Еще чаще Потому что там Еще детские лагеря Проводятся В общем Это такое Главное место На карте Главный лагерь Математический На карте мира Находится Бериндиевых полянов Около Садиславля В районе Галичи Костромской области Вот так Но на самом деле Я неправильно сказал Около Садиславля Галичи Кострома Примерно Однак Мы стоим Даже Галичи Чуть дальше Но Там поезда Как бы устроены Так что В Галичи Их очень много Это трансиль И вот дальше Мне нужно Уступать Тюмени В школе Перспективных Исследований И я Прошу взять Билет Внимание Верхний Андрей Щербинок Прошу прощения Его нет Зали Кстати Он говорит Что Алексей Ты как бы Зачем Можно и Нижняя Ну не переживаю У нас Деньги есть Никак Москва Она тоже Не медный город Я говорю Нет Нижняя Ну вот дайте верхняя Возьмите верхняя Пожалуйста Вот Он пожимает плечами Берет верхняя Ну я приезжаю Я ему все объясняю Что же я ему объясняю Да Нижняя свободна Да Молодец А почему она свободна Потому что она дорога Ну да Понимаете Нижняя На том Ну это и сейчас Тоже верно Нижняя Гораздо дороже Верхняя А вот в этот Поиск Что-то прям Особенно дороже Больше чем Полтора раза Я помню до сих пор 3600 И 5700 Вот Ну то есть Что-то вообще И понятно Любая карта вагона Выглядит так Что все верхние Заняты Кроме нескольких Все нижняя Все нижняя Свободная Ну что Я беру верхняя Подо мной Никого нет У меня кабинет рабочий Это же сутки с лишним Низу работаю Вверху сплю Да Ну Отлично А вот это сюжет Про Самолет Изучив схему Салона При регистрации На рейс Я беру Центральное место Именно человек Который сегодня Ко мне подходил Он думал Что я так Получил весь Задний ряд Ну понятно Рядом с центральным Кто будет регистрироваться Ну это как-то Ну сейчас это уже Все поломали Сейчас все платно Это стало Что-то платно Что-то бесплатно Уже все это не работает Вообще Но был период Когда это работало Очень хорошо И самолеты Из Москвы Краснодар Часто летали полупустые И полупустой самолет Это шанс получить Целый ряд Но этот шанс Нужно сделать реальностью Но реальностью Ты его можешь сделать С большой реальностью Если возьмешь Центральное место Тогда ни справа ни слева Скорее всего Никого не будет Так Это про моих Свету и Юру Три года назад Опять же Байкал Но это не важно В данном случае Вот такая ситуация А Света ест вермишель Юра ест Ну как-то медленно Света быстро съедает А больше вермишели Нигде нет Ну вообще Как бы там С продуктом и так В корабле возят Ну вот А вермишели хочется еще А Юра как-то так Не очень Ну я доем Я еще доем Что делает сестра Вот здесь есть намек Все равно Да Ну либо Отдает часть Свою Торто Либо Скорее Предлагает Разделить Свою часть Потому что Отдавать Целую Торто А часть Она поступила Еще хитрее Да Это горячо Проще Да Ну это тоже Это тоже аргументы Степа логика Вызывать логики Ну это же Четырехлетний брат Он маленький Он еще нелогичен Нужно что-то Что в основном Не налоги То есть Умная Логичная Семилетняя Сестра Делает что-то Вот В соответствии С Такими Мотивными Сиюминутными Ну примерно Она ставит На стол Торт И все Она просто Его ставит С холодильника На стол А вот еще Торт типа есть Ну брат О Мама Тортик Я не буду больше О Это отлично А я как раз буду И съедает Все оставшиеся Я потом ее спрашиваю Ты правда Это сознательно сделала Или так Случайно получилось Нет пап Ну я же понимал Что он сразу Перестанет есть Если уверен То что То есть Все сознательно Абсолютно Чисто Все так Так Ну что же Сколько сейчас Время вообще 22 А Ну да Но давайте Сейчас я Из остального Покажу Что нибудь Вот это Вы сами Посмотрите Там все Очевидно Будет Это тоже Очевидно Очевидно Это уже Фактически Было Вот это Покажу А вот Это связано С транспортом Это сюжет Теоретико Игровой Который Который Я вырос Здесь Я сейчас Живу Этот округ Весь Связан В моем детстве Все связано С ним Вот тут Я знаю Каждый куст И вот здесь Тоже Мнаком С каждым Лосем Можно сказать Здесь Теперь Тоже Поселившись Тут Разработал Тут всякие Огромные Маршруты Круговые Это называется Метогородок Такой маленький райончик Москвы Так вот От нас Сюда Вот идет Дорога На ВДНХ Лесная Дорога Узкая Удобная И в 90-е годы Была без светофоров Вообще Вырос Ну Как бы Если Есть машина Или такси В то время Была диковинка И очень дорого Но в принципе Раз И ты уже здесь Буквально 20 минут А вот Челковское шоссе И Вот тут Как бы Все было Ну Разбулбанная Дорога была Но она была такая С этими Выбойными Ну Асфальт был плохой Вот Здесь Вот тут Очень узкая Много пробок И по широкому Вот только вот так Вообще На самом деле ВДНХ Только вот так И Поэтому Те кто въезжает отсюда Очень долго еют На ВДНХ Ну типа час А дальше Происходит следующее Вот эту дорогу Строят Как хорошую То есть Ее кладут Кладут хороший асфальт Ну Грубо говоря На сети На сетке дорог Раньше ее не было А теперь она есть И вот что происходит Ну что происходит Все сюда Да? Все войдут сюда Ну что из этого происходит Здесь очень узко В конце стоит пробка Можем им искать Какой она будет длины В днице Времени Да? Да? Вот Вот это И есть теория Чисто в виде Размер пробки Средний конечно Сегодня чуть больше Завтра чуть меньше Но средний размер пробки Можно точно сказать Он таков Что суммарная езда Этой дорогой И вот этой Должны приводить К одному и тому же времени Потому что Если мы Чего-то и не знаем Про реальных участников Реальных конфликтов В политике Там и где-то еще То про транспортных участников Мы точно знаем Они минимизируют время По крайней мере В городе Москва Я думаю Что почти везде То есть человек Садясь за руль Принимает решение О такой дороге Которая его Как можно скорее Приведет на работу Это аксиома И аксиома Это работает прекрасно Там где работает Такая аксиома Ну вообще там где Работает аксиома О поведении людей И начинается Успешное Приведение теории Да? А такие вещи Они не разрушаются Ну из-за навигаторов Которые показывают Где группа больше Где меньше Навигаторы просто Полностью Это равновесие устанавливают Но тем не менее Навигатор Ничего не Ну как бы сказать Ну а что он может разрушить Это же факт Ну как бы если сюда Будет 30 минут А если бы было меньше То все бы сюда Все равно поехали То есть тут как бы Он просто Навигатор это тот самый Который говорит Равновесие НЭШ Сегодня вот такое Вот Кто такой Навигатор по сути Ну и получается Смотрите Ни у кого Никакой минимизации нет Они как час ехали Так и едут Только кому-то Стало сильно хуже Это кому? Тем, кто раньше Тем, кто раньше Жил в метргородке И живет Вот эти раньше 20 минут ехали А теперь 50 Итак Построили дорогу Никому не стало лучше И целому району Стало хуже Эта ситуация Которая у нас Которая у нас Которая у нас Лекция В РЭШ читал Я ему рассказал Вот этот пример Вот И он его к себе Записал Куда-то в книжечку Записнул Вот Это к тому Что Ну как бы Топорные решения Просто вот взять Там и построить Еще дорогу Они не всегда Вообще Улучшают ситуацию Даже хоть сколько-нибудь А могут Наоборот Просто ухудшить То есть это все Надо Просчитывать Достаточно сложными моделями Ну вот Пожалуй На этом я Завершу Но еще раз Эта презентация вам Разрешите Делайте Что хотите Сменить Да Вы сказали Что в том случае Но всякие ситуации Как-то разрешались Как разрешилась Эта ситуация С метро-долгом Ну Эта ситуация Я могу сказать Только вы будете Долго смеяться Спустя два года Полностью встал в пробке Весь вот этот путь Еще То есть Негде сказать Нам перестало быть обидно Потому что пробка Стала просто Везде вообще То есть Раньше хоть они здесь Быстро ехали без пробки А сюда выезжают Теперь и так пробка И там пробка И здесь пробка Везде стала пробка Но В данный момент Конечно В данный момент Конечно В данный момент Решение на самом деле Стоит в том Что вот здесь Везде идет Восточная хорда И Вот Хорда Она Да Она широкая Огромная Она решила Как бы это как Из ядерного оружия Бахнули Всю эту проблему Редактор субтитров